Я поднимаю учебники. Оттуда берем иногда. Сначала у нас это все упало, и чтобы было удобно, мы поставили это туда, чтобы не мешалось. А остальную часть мы здесь оставили. После этого мы убрали эту кучку здесь и построили вот эту башню. Родион только окончил восьмой класс, а уже сам зарабатывает на жизнь. Работа его несложная – перенести книги, полить клумбу и вырвать траву на заднем дворе школы. Всего пару часов и готово. Тем не менее, эти простые действия привили ему любовь к труду и научились с раннего возраста быть самостоятельным. Ту же работу выполняют и его одноклассники. Мы работаем здесь в рембригаде. Это, в принципе, несложно. Мы убираем школу, помогаем на улице, здесь прибираем, вытираем пыль. Ну, в принципе, этим может заняться каждый. Работают школьники по государственной программе развития сферы труда и занятости населения. Она рассчитана на безработных и ищущих работу граждан. В их число входят и подростки. Мы хоть как-нибудь помогаем школе, потому что они для нас стараются, они нас обучают знаниям, чтобы в будущем у нас все было хорошо. Зарплаты не обижают. Это главное. Детей принимают на работу с 14 до 18 лет. Работодатели заключают с ребятами срочные трудовые договоры. А еще молодые работники получают официальную заработную плату. Я деньги еще не тратил. У моей сестры скоро день рождения, а на нее я потрачу. Что хочешь подарить ей? Ну, я даже не знаю. Вот ей 10 лет. Я хочу ей просто подарить. Пойти с ней в магазин. И что она хочет купить, то и взять. В основном в качестве работодателя выступают школы. 80% образовательных организаций заинтересованы в помощи молодых и энергичных ребят. А сами школьники отмечают. Работая в школе, они повышают свой авторитет перед учителями и сверстниками. Это очень важно, чтобы учителя там такие, ну ты классный пацан, вот тебя будем там вызывать. Авторитет повышаю. В силу того, что у школьников нет опыта работы и профобразования, они выполняют работу, которая не требует особых навыков. В среднем это занимает у них от 2 до 4 часов в день. Уборка территорий, где-то там помощь в библиотеке, по мемориальной памятнике. У нас сейчас это очень актуально и важно, поэтому дети привлекаются к таким работам. Это могут быть и работы на почте, это будет разноска каких-то там, может быть, информационных бюллетеней, да, помощь в социальной службе, да. То есть вот такие вот виды работ, которые может выполнить любой подросток и, конечно, чтобы не ущерб учебе. То есть свободное от учебы время или период каникул. Как правило, это лето. Помимо этого, в Ставропольском крае регулярно проходят ярмарки вакансий свободных рабочих мест, где работодатели представляют вакантные места, а потенциальные работники находят приемлемую для них работу. Увидеть информацию про следующую ярмарку можно на сайте Министерства труда и соцзащиты населения Ставропольского края.